Здравствуйте! В эфире программа «Психолог и я». Меня зовут Дегтярева Ксения, рядом со мной Ведманова Анна Юрьевна. Здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о проблеме, с которой сталкивались, пожалуй, все родители. Переходный возраст, настоящее испытание. Как сохранить взаимоотношения со своим ребенком и избежать конфликтов, послушаем советы профессионала. Но прежде чем мы начнем, я предлагаю предоставить слово нашей телезрительнице. Ее имя мы разглашать, конечно, не будем. Она хочет поделиться с нами своей проблемой. Ну что, послушаем? Конечно! Здравствуйте! До 13 лет мы с дочкой были как лучшие подруги. Она доверяла мне все свои секреты, а сейчас просто замкнулась в себе. Вытаскиваю ее на кухню, попить чай, она посидит для приличия и уходит. Прихожу к ней в комнату. По глазам вижу, что ждет, когда уйду. С одноклассниками вроде проблем нет, с учебой тоже. Чувствую, что мой ребенок просто от меня отдалился. Я представляю, как переживает наша героиня. Я сама мама, правда, у нас переходный возраст еще будет впереди. Как вы считаете, что можно посоветовать в этой ситуации? Что можно посоветовать? В первую очередь, быть всегда рядом с ребенком. Он будет проявлять много разных моментов, будет происходить. Иногда это будет что-то спокойное, иногда выходящее просто за границы вседозволенного. И в этом случае важно проявлять любовь к ребенку. Не забывать, что он ваш ребенок, что любовь — это главная составляющая. То есть он в этот момент проверяет, а действительно ли меня любят? Могу ли я рассчитывать на поддержку? Здесь главное родителям запастись огромным терпением. И эта любовь и эта забота, она всегда поможет найти выход и ребенку, и вам. Ну, ребенок взрослеет, отдаляется. Родителям это может быть сложно принять, но в глубине души, наверное, каждый понимает, что это неизбежный процесс. Скажите, а когда должны быть какие-то, может быть, для родителей тревожные звоночки, понимать, что в поведении ребенка все-таки что-то не так? Стоит обратить внимание на питание. Как он ест, как он спит, бывают ли какие-то вспышки агрессии неконтролируемой. С чем это может быть связано? Ребенок может начать врать. Все мы это знаем и чувствуем, как родители, когда нас обманывают. Не обязательно ложь обличать, но важно понимать или хотя бы стараться понять, что ребенок пытается скрыть этой ложью. В это время у ребенка появляется новый круг общения, как правило. Это часто люди старшего возраста. Они могут что-то предлагать, поэтому обратите внимание на его поведение, на то, чем он увлекается. Обратите внимание, если внезапно пропадают какие-то вещи ценные дома, такое тоже может быть, или у ребенка что-то теряется, пропадают деньги. То есть здесь это, конечно же, тревожный звоночек. Тем временем у нас еще один вопрос от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте. Моей дочке 12 лет. Недавно она заявила, что хочет покрасить волосы. Причем выбор стоит между синим и зеленым цветами. Кое-как сторговались на каштановой. Теперь у нас новое хочу. Пирсинг. Я знаю, что переходный возраст и душа требует перемен, но такие желания за гранью моего понимания. Не знаю, как договориться с ребенком. Не хочется с ней портить отношения. Уже начались истерики с фразами, что ее никто не понимает и не любит. Ну, мне кажется, проблема достаточно распространенная. Подростковый возраст, время перемен. Но где все-таки должна проходить эта тонкая грань между самовыражением подростка и родительским консерватизмом? Очень важный момент заключается в том, что вы и ваш ребенок – это два абсолютно разных человека. И кроме того, вы из разного времени. То, что нравится вам, не обязательно должно нравиться вашему ребенку. Сейчас все очень быстро меняется. Меняется мода. Дети стараются исследовать, взрослые стараются следовать моде. Но она уникальна в каждом поколении. Самое главное, о чем хочется сказать, это сохраните ценности, которые присущи семье. То есть какой должен быть внешний вид. Опрятная одежда, нирваны, приятный запах. Показывайте это своим примером, и ребенок за вами последует. Стоит это объяснить, может быть дополнительно. Но выбор именно фасона одежды, манеры одеваться, ухоженности стоит все-таки за ребенком. Как он выберет, как ему комфортно. Ведь наша задача родителей – вырастить именно счастливого человека, счастливого ребенка, уверенного в себе. И если хочется чего-то, то пусть ребенок попробует. Сейчас наш мир, наш ассортимент в магазинах пестрит просто удивительно. И всегда есть выбор. Есть специальные средства для окрашивания волос, которые полностью смываются. Хочет покрасить ребенок волосы – пожалуйста. В конце концов их можно обстричь. Они отрастут. Если дело в пирсинге, ну пирсинг можно снять, татуировку можно вывести. Но ваша поддержка как родителя всегда останется с ребенком. И не будет впоследствии ребенок вас обвинять в том, что вы не дали осуществиться его мечте, когда он так сильно хотел. И может быть она покажется вам странной, но для него это будет ценно. И самое ценное будет поддержка родителей. И впоследствии он сможет к вам прийти, всегда поделиться своей радостью и горем. И вы как родитель сможете его поддержать. У нас есть как раз фрагмент из фильма. Он мне очень напомнил эту ситуацию. А давайте посмотрим и выскажет свое мнение. Ты вот так вот собираешься идти, да? Значит, когда мать покупает новую юбку, это старомодно, да? Мам, мне понравилось, правда. Просто удобнее в школу в джинсах. Почему удобнее? Ну, хочешь же другие девочки в джинсах. Меня интересует, как ходят другие девочки. Я прошу тебя, дядя Юбку. Пожалуйста. Ну вот я не психолог, но даже я вижу то, что мама своим поведением пытается вызвать у ребенка чувство вины. Я знаю, что это неправильно. Как вы считаете? Да, этот фрагмент берет за душу. И действительно здесь прослеживается манипуляция мамы в отношении дочери. Я не думаю, что этим она сможет выиграть. Чего она хочет? Если она хочет одеть юбку, ну, в первую очередь она хочет одеть юбку на себя, а не на дочь. Поэтому такой маме я бы посоветовала просто пересмотреть свой гардероб, свои ценности, дочку оставить в покое, чтобы она была счастлива и соответствовала тому времени, в котором она живет. Ну вот у нас самовыражение, оно же может проявляться не только в одежде, но и в интересах. Как быть тем родителям, у кого ребенок, например, хочет стать музыкантом, а они уже ему подготовили будущее в юридическом факультете? Стоит ли как-то вот координировать направление ребенка? Я считаю, что нет, координировать не стоит. В первую очередь потому, что сейчас в своей мечте, в своем желании у ребенка есть силы, есть энтузиазм, и пусть он с этим пробует работать. Ведь обратите внимание на то, что большинство успешных людей, добившихся больших высот, они следовали за своей мечтой. И многие говорят о том, что именно родители поддержали их в трудный момент, что именно благодаря вере родителей они смогли этого достигнуть. И если ваш ребенок хочет быть музыкантом или художником, или кем-то, которая профессия не укладывается в вашу стоявшуюся картину мира, вы можете дать ему эту возможность попробовать. Вероятно, он станет счастлив, вероятно, он изобретет что-то новое, сможет реализоваться. И даже если этого не получится, вы всегда сможете поддержать. Ведь у вас уже все готово. У вас готов юридический факультет, или какой-нибудь физико-математический, или медицинский вуз. И если вдруг у вашего ребенка не получится, он последует, скорее всего, последует вашему совету. И в обоих случаях вы выиграете как родитель, потому что в первом случае вы его поддержали, а во втором случае вы оказали ему помощь именно тогда, когда он обратился за ней. И не произошло конфликта. В обоих случаях ребенок остался доволен. На этом наше эфирное время подошло к концу. Спасибо вам большое за беседу. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Ну а нашим телезрителям мы хотим пожелать, чтобы у них никогда не возникало тех проблем, которые мы обсуждали в рамках нашей программы. А в семье всегда царили мир и любовь. Свои вопросы вы можете также присылать на нашу электронную почту, которая указана на ваших экранах. Спасибо большое за внимание. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok